Здравствуйте, это наш Новосибирск Диалог и я Вячеслав Горчаков. Профессиональные садоводы помогут с умом благоустроить городские дворы. Скоро стартуют бесплатные занятия для активистов ТОСов из тех микрорайонов, где этим летом будут приводить в порядок дворы по бюджетной программе. Общественников заранее научат подбирать правильные саженцы, оформлять седняки и зонировать двор. Этот проект – совместное детище городского центра садоводства «Дачная академия» и мэрии. Подробности предстоящих семинаров и советы жильцам, желающим своими руками сделать двор зеленым, в интервью с руководителем «Дачной академии» профессором Галиной Титовой. Галина Тимофеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скоро снова стартуют бесплатные занятия. Я подозреваю, что многие захотят записаться. Давайте уточним, для кого эти занятия будут? Для активистов ТОС, которые будут благоустраивать свои дворы. Они будут готовить проекты. Мы на средства гранта для победителей, их будет пять дворовых территорий, пять ТОСов. И на средства гранта будет закуплен посадочный материал. На средства гранта проведется обучение, консультации до самых послепосадочных работ. И, в принципе-то, вот эти наши главные слушатели. Но в связи с тем, что сейчас действует муниципальная программа создания комфортной городской среды, и в этом году попадают в эту программу 46 дворовых территорий, мы посчитали вместе с департаментом ЖКХ, что было бы хорошо, если бы мы дали возможность всем проучиться, тем, которые будут заниматься своими дворами. Мы планируем с 1 по 3 апреля, вот предварительная дата. У нас будет 12 часов для всех. Это знакомство с декоративными деревьями, кустарниками, хвойниками. И дадим рекомендации по уходу, кратко. А потом еще будет 8 часов для тех, кто конкретно принес проекты, кто уже готов. И с ними будет заниматься ландшафтный дизайнер. Ну, поскольку не все смогут попасть на предстоящие бесплатные семинары, давайте прямо сейчас устроим небольшой такой ликбез. Конечно, есть модные растения. Вот если вы у себя там коттеджный свой будете участок обихаживать, вам скажут ландшафтные дизайнеры, ой, сейчас модно вот это и вот это. Большое количество растений, очень красивых, такие коробки, такие контейнеры. Кажется, вот посадил и счастье. Такого не бывает. А к дворам у нас другой подход. Понятно, что это такое. Люди ходят, топчут, утаптывают, ломают, пинают там, мечи в эти кусты летят. То есть самые стойкие растения. И в то же время декоративные. Вот давайте покажем примеры подходящие. Да, что может быть. С чего начнем? Вот, пожалуйста, не цветет. Это дерен белоокаемленный. Нечто похожее в горшках, да, можно сказать. Продается, да. Но это вообще вырастает большое растение. Да, он где-то метров до двух, до двух с половиной вырастет. Но у него вот это очень красивая зелень. Он неприхотливый. Зимостойкий, что для нас на первом месте. Где высадить лучше? Можете живую изгородь делать. Можете озеленять площадку там тихого отдыха. Да куда угодно. Он везде будет хорош. Красивый зелень. Да, ну это роскошное растение. Многие, может быть, во дворах даже и боятся его высаживать. Это калина бульденеш. Прекрасное растение. Чем оно хорошо? То, что оно красиво выглядит, это бесспорно, да. Но самое главное, оно очень зимостойкое. Мне дилетанту, кажется, похожим на гортензию издалека. Похоже, похоже. На шаровидную гортензию, да, похоже издалека. Но это у шаровидной гортензии, у нее соцветия крупные, как арбузы такие огромные. А у калины бульденеш, они, ну, наверное, диаметром сантиметров 7-8 примерно. Шарики такие. Бульденеш – это снежные шары. Ну, вот этот кустарник, курильский чай, знают почти все. Оно еще и лекарственное растение. Неприхотливый, зимостойкий, симпатичный очень. Вот этот с желтыми цветами, но он есть и с розовыми, и с белыми. Тоже мы рекомендуем. Можно обсаживать детские площадки. Он невысокий. Разрастается, да? Все видно, но такими куртинками растет, да. Собственно, на любое место двора, желательно не в тени, а на освещенном месте, можно этот кустарник высаживать. Вот это пузыреплодник. У него есть формы зеленые, а есть формы вот такие бордовые листья. А есть формы еще с листьями золотистыми, да. И они не осенью такие, да, а постоянно? Они почти сразу, как только побег развился, листья оформились, они сразу приобретают эту окраску. Пузыреплодник – прекрасное растение. Вот одно из лучших, не боится вообще ничего. А стричь можно такие кусты? Можно, да, можно. Стричь можно спокойно. Ну, вот, я думаю, вам это сразу понравилось, да. Эта форма розы ругозы называется роза хансом. Она в городском озеленении встречается иногда, но вот, к сожалению, мало. А здесь вот цветов много. Это типичная ситуация? Цветов много. Это, с одной стороны, от сорта зависит. Но так как форма это одна, то, конечно, от ухода. Безусловно, да. Как ухаживаете, то и получаете. Это сирень амурская. Это дикорос дальневосточный. У нее она вырастает достаточно большая. Метров, наверное, не меньше, чем до 7-8. Вот крупные соцветия очень мелких цветочков беленьких. Гораздо мельче, чем у обычной сирени, но они медом пахнут. Замечательное растение, прекрасное, зимостойкое, красивые листья. Вот его мало знают, но вот когда у нас учились тосовцы, мы говорили об этой сирене, и они уже включали в свои насаждения, да, они уже брали такие растения, которые интересные. И достать их можно, да? То есть это не что-то супер редкое? Да, купить их можно. Их и питомники некоторые наши сибирские размножают, то есть это не вопрос. Спиреи все хороши. Вот это спирея дугласа. Вообще это такой кустарник благодатный для дворов. И то, что он разрастается, тоже хорошо. Вот это спирея серая, роскошная спирея. Хотя по-разному выглядит. А, конечно. Ее вообще можно, вот дугласа цветет осенью в августе, а спирея серая цветет рано. Ну, в начале июня уже, в конце мая. И вот такая красавица, ее можно на отдельные какие-то компания. В цветники можно даже сажать, как основное растение. Очень красивая, тоже зимостойкость. Пахнет. Спиреи все не пахнут. Они не душистые. Подойдет для тех, кто не любит сильный запах цветов. У кого может даже аллергия, да. Про удобрения. Много разных предложений сейчас в специализированных магазинах или в строительных магазинах, где тоже есть различные саженцы. Конечно, все во дворах утоптано. Конечно, там и глина. Конечно, там и грунт строительный. Там почва отвратительная. Поэтому яму посадочную большую надо копать. Где-то 70 на 70 во все стороны такой кубик вынимать. И обязательно вносить перегной. Вот когда вы вносите перегной, органическое удобрение, тогда вы делаете запас на 3 года растению. А то, что потом сверху что-то подсыпают и подливают, это редко бывает эффективно. А что посоветуете именно сейчас, в ближайшие дни, недели, делать тем, кто хочет озеленить двор? Может быть, еще не поздно высадить какую-то рассаду? Посеять. Закупить саженцы, например, да, посеять. Ну, то, что касается закупить, пожалуйста, закупать уже можно давно. Летники эффектно очень. Ну, для какого-то конкурса, для какого-то показа. А для того, чтобы вот для жизни двора, конечно, лучше многолетники. С тем, что их потом еще можно делить. Это у тебя свой посадочный материал. То есть вот это вот сейчас покупать, да. А кустарники, я думаю, что лучше попозже, с открытой корневой системой, может быть. Может быть, конечно, сейчас продаются, вот начнут, вот-вот снег сойдет, и начнут садовые центры продавать в больших горшках, в больших контейнерах. Но тут нужно очень аккуратно, потому что посадочный материал завозится из Польши, из Западной Европы. И тут можно ошибиться. Купить, может быть, и не так дорого, но оно замерзнет потом, и все. Таких примеров у нас много. Главное, все с умом делать. Да. Спасибо большое вам. Благодарных слушателей на семинарах. А я напомню о предстоящих семинарах для садоводов-любителей и о простых способах сделать свой двор зеленее и уютнее, рассказала руководитель Дачной Академии профессор Галина Титова. Это был наш Новосибирский диалог. Цветочного вам лета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова